Это прямой эфир с Ириной Кузиной. Здравствуйте! 6 декабря пройдет масштабное спортивное мероприятие – международный турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам K1 Maximum. В профессиональных боях примут участие сильнейшие бойцы России и Европы. Уже сейчас отмечается повышенный интерес к этому событию. Некоторые подробности раскроют гости эфира. Павел Серяков – директор промоутерской компании «Челленджер Промоушен» и Олег Корнилов – президент регионального общественного объединения Федерации кикбоксинга Тверской области. Уважаемые гости, я рада, что вы нашли накануне этого мероприятия время для того, чтобы некоторые подробности раскрыть нашим телезрителям. И первый мой вопрос к вам, Павел. Расскажите об этом. Скажем так, для нас это уже второй год. Это мероприятие, первый год, как помнят наверняка наши многочисленные зрители, мы проводили на базе Тверского цирка. В этом году решили использовать другую площадку. Во-первых, она отличается по своей территории, и во-вторых, она отличается по заполненности. Нам нравится, что у нас есть возможность пригласить большее количество людей, которые проявляют интерес к такому виду спорта, как кикбоксинг. Поэтому юбилейный. Поэтому юбилейный. Олег, какой формат турнира, поясните нашим телезрителям. В этом году мы поменяли формат мероприятия, сделали его более зрелищным для наших уважаемых зрителей. Момент мероприятия будет заключаться в следующем. То есть у нас будет титульный бой за звание чемпиона мира среди профессионалов по кикбоксингу по версии WKF. У нас будет четверка, так называемая, когда два-четыре соперника боксируют в один день, и в этот же день выявляют победителя турнира. Также мы добавили бои по смешанному боевому единоборству, в котором будут представлены четыре боями, в которых четыре спортсмена представляют наш город, нашу страну. У них будет формат рейтинговых боев. Ребята, которые будут драться по правилам боевого смешанного единоборства, будут работать по формуле два раунда по пять минут. Соответственно, выявят победителя в рейтинговых поединках. Тогда следующий вопрос. Кем будет представлен наш регион и с кем будем бороться? Не бороться, а боксировать. Не бороться, а драться. Боксировать, драться, поняла. Да, соответственно, на сегодняшний момент у нас определены наши тверские спортсмены, которые будут боксировать четверки, и наш тверской спортсмен, который будет боксировать и претендовать на звание и титул чемпиона мира среди профессионалов по кикбоксингу. Также известны страны и бойцы из этих стран. Это три страны. Австрия, Германия и Чехия. Титульный бой будет боксировать и представлять свою страну Андреас Бастрон, представитель Германии. Нашу страну и наш город будет представлять Александр Малафеев, мастер спорта международного класса, воспитанник профессионального бойцовского клуба «Челленджер». В четверке будут представлены две страны, это Австрия и Чехия, и противостоять этим ребятам будут наши тверские спортсмены. Затов Юрий, представитель профессионального бойцовского клуба «Челленджер», также представитель его одноклубник Васильев Кирилл. Все они будут боксировать в весовой категории 81 килограмм, а чемпионский бой 84 килограмма. Весовая категория, они определят, соответственно, уже отбоксируют за титул чемпиона мира и определят победителя. То есть это и будет главное событие всего вечера? Да, главное событие всего вечера – это титульный бой за звание чемпиона мира среди профессионалов по кикбоксингу. В нем, еще раз повторюсь, будут боксировать представитель Германии и представитель нашего города, нашей страны, Лафеев Александр. Ваше ожидание? Ну, наше ожидание, естественно, забрать у представителя Германии этот титул и оставить этот пояс в нашем городе. Для этого все это делается, организуется, и мы надеемся, что спортсмены не подкачают, потому что сама организация данного мероприятия достаточно сложная, достаточно энергозатратная. Соответственно, как бы будем рассчитывать на ребят, что они также будут победителями, и все организация, ну, мероприятие состоит с определенным хэппи-эндом, да? То есть мы забрали это. Хэппи-эндом для нас. Для нас, да. Конечно. Для наших. Павел, но это будет шоу. Что для этого сделали организаторы? Каждый год мы в составе наших учредителей думаем, чем можно удивить достаточно искушенного тверского зрителя. Для того, чтобы максимально сократить саму программу, в этом году мы решили убрать какие-либо там танцевальные блоки и прочее. Но обязательно на ринге появятся красивые ринг-геллз. Без них не может состояться такое серьезное мероприятие. Конечно же, мы ставим дополнительные экраны для полного погружения и присутствия зрителя и ощущения этого боя. И, конечно же, это какие-то дополнительные элементы, там, светооборудование, звук и так далее. Касаемо самой структуры, все-таки мы не должны с вами забывать, что это спортивное мероприятие. Сейчас мы делаем акценты проведения профессионального турнира, что на данный момент времени в нашем регионе и невостребованной практически не проводится, то есть за редким исключением. Поэтому проведение профессионального турнира это более эффектное проведение в виде звука, света. Когда мы проводили первое наше мероприятие в цирке, я говорил, что хочу показать, как выглядит настоящий профессиональный спорт, именно профессиональный бойцовский спорт. Я не буду повторяться, но хочу просто очередной раз, жителям нашего региона, устроить праздник именно профессионального спорта, чтобы люди посмотрели, как это выглядит, как это может работать, как выглядят наши тверские спортсмены на фоне достаточно титулованных иностранных спортсменов из других стран, чтобы и мы сделали отчет нашей работы, то есть за 10 лет существования федерации, чтобы город порадовался за наших спортсменов. Я надеюсь, что они нас не разочаруют. А первый опыт что показал? Если позволите, буквально несколько секунд. Очень понравилось, что существует достаточно большое количество промоутерских компаний. И мы с вами понимаем, что на карте Российской Федерации есть большое число тоже хороших, достойных ребят, которые делают, может быть, не менее грандиозные мероприятия. Но что нам приятно, и Олег Николаевич сам свидетель, именно нашу промоутерскую команду отметили, и мы заняли по рейтинговой системе организационных промоутерских компаний третье место. То есть город Тверь себя на карте России обозначил. Нам это очень приятно. Нам удалось это, конечно, благодаря зрителям, которые пришли и поддержали, оставили свои положительные отзывы. Нам из цирка удалось создать настоящую картину, то, о чем только что сказал Олег, профессиональных боев. То есть это не любители. И те, кто ходили и смотрели, как проводятся любительские соревнования, да, они тоже на уровне, и Олег проводит их много лет. Но, тем не менее, сам подход, он кардинально отличается. Ну и в завершение нашей программы я предоставляю уникальную возможность обратиться ко всем нашим телезрителям. Пожелайте и нашим спортсменам удачи. Мы рекомендуем каждому человеку не только сидеть дома на диване, а прийти к нам. Но перед тем, как прийти, маленький совет, небольшой лайфхак для каждого зрителя. Возьмите с собой, пожалуйста, теплые вещи. Вам так будет комфортней. Моя трансляция у нас будет на телеканале Тверской проспект Регион. И я думаю, что те, у кого ну совсем никак не получится прийти, в 7 часов вечера могут посмотреть. Но еще раз, я лично приглашаю каждого прийти, принять участие в уникальном событии. Потому что спорт – это та тема, которая касается практически каждого в России. И тот спорт, и тот уровень спорта, который мы делаем в этом году, до нас, я смело, если Олег разрешит мне, заявлю, до нас никто этого не делал. Поэтому есть возможность посетить уникальное мероприятие по своей сути, по своему формату, и приблизиться, и уйковечить это навсегда в своем знании, в своем мозгу, в формате Твери и Тверской области. Поэтому все приходите. Хотелось бы увидеть больше гостей на нашем мероприятии, которые мы будем проводить во Дворце спорта «Юбилейный» 6 декабря, начало мероприятия в 19.00. Хотелось бы побольше увидеть и пожелать, точнее, побольше увидеть и спортивных функционеров на этом мероприятии, и представителей власти в том числе. А также хотелось бы пожелать нашим спортсменам удачи, чтобы то, что мы делаем совместно с нашей промоторской организацией, чтобы они оправдали наши надежды, и чтобы данный турнир и данный пояс остался в нашем регионе. И удачи им всем, и победы на данном мероприятии. Хотелось бы пожелать. Посмотреть телевизор – это хорошо, но иногда хорошо прийти и часик хотя бы позаниматься в зале, посмотреть, как это делают профессионалы. Такая возможность есть, потому что мы достаточно часто проводим открытые тренировки. Если кому-то интересно, обращайтесь, и я думаю, что все наши и тренера, и ребята-профессионалы с удовольствием подскажут какие-то элементы. Ну и, конечно, обязательно нужно каждому посетить данное мероприятие, чтобы потом было что вспомнить и было что рассказывать. Время подошло к концу нашей программы. Спасибо вам за энергию, которую вы нам дали. Обязательно придем на ваше мероприятие. Я вас благодарю за то, что вы нашли время и ответили на все вопросы. До свидания. Спасибо, Ирина. Спасибо. А это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»